Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». С вами я, ее ведущая Светлана Карпухина. И сегодня к нам в студию пришел блогер, путешественник, автор YouTube-канала «Синдром Сметкина» Дмитрий Сметкин. Дмитрий, здравствуйте! Привет! Как вам Ульяновск? Расскажите немножко. Мне очень понравился город, учитывая, что я незадолго до Ульяновска узнал о городе Ульяновск, что он существует. Мы вчера приехали сюда поздно вечером, но мне повезло с погодой. Но сегодня я провели уже классную экскурсию. И самое главное, что я не думал, что в одном месте здесь сосредоточено настолько много достопримечательностей. То есть кого-то учат, что-то строят. При этом красивые набережные, широкая река, классная дорога и красивые люди. Мне очень понравилось. Почему вообще решили вот в Ульяновск взглянуть? У нас был маршрут на велосипедах из Самары до Казани, потом далее до Альметьевской, велогонка. И решили проехать не по прямой, прямой был достаточно коротко, решили проехать через Дмитровград и Ульяновск, потому что здесь есть друзья, знакомые. Мы подумали, почему бы это все не объединить. Я видела у вас в канале, что вы путешествуете и на мопеде, и на велосипеде, и на машине. Но давайте сегодня про велосипед поговорим, потому что лично для меня это какой-то экстремальный вид путешествий. Как вообще вы это считаете, экстремальный или нет? Ну он нестандартный, потому что не всегда это можно назвать путешествием. Чаще всего, когда едешь ночами, заканчиваются силы, тебя отстреливает голова, ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Кругом уже ничего не видишь, ноги отказываются, тело просто уже дает сбой. И ты думаешь, почему я не еду сейчас на машине? Ведь это куда лучше, куда комфортнее, и в принципе можно также увидеть много всего. Нестандартные средства передвижения, скажем так, но оно делает тебя сильнее, помимо обычной езды. А почему вы вообще начали путешествовать в другие города на таком двухколесном друге? Однажды в жизни был такой переломный момент, и я поехал до Крыма на велосипеде. То есть была такая мечта, просто я хотел своими ногами докрутить колеса до моря. Я должен был там оказаться на велике. И выложил видео на YouTube, там планов по каналу никакого не было. Ролик очень хорошо зашел, подписалось много людей. Я от этого отказывался, что вот, нет, это не мое. Через год снял еще одну поездку из Москвы до Казани на трюковом велосипеде на BMX. И подписалось тоже очень много людей. Я подумал, блин, ну, пожалуй, уже нет смысла от этого как-то уходить. Нужно давить эту историю, наверное, дальше. И начал ездить, 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 снимать ролики, выкладывать. И пошел такой достаточно положительный, сильный отклик. То есть получается, ваша первая поездка была поездка в Крым. Такое далекое расстояние. Как вы вообще себя ощущали в этом время? Ну, энтузиазме. Я поехал на абсолютно неподходящем для этого велосипеде. То есть просто такая пацанская мечта. Ехал еще с рюкзаком, веселился по пути. Не знал никаких неправил, не знал, с чем правильно перемещаться, что правильно есть в дороге. Вот. Все прошло на энтузиазме. Ну, это порядка двух тысяч километров получилось. Сколько дней у вас заняло маршрут? Не так-то много. По-моему, около десяти дней всего. Где вообще вы спали, жили, ели? Останавливался в отелях, потому что на тот момент я еще не знал про палатки, какие нужно покупать, в чем их нужно перевозить. То есть я хотел, чтобы это не было прям форматом выживания, чтобы это было комфортное размещение в отелях, хостелах, кемпингах, но ехать на велосипеде. Что самое страшное в такой дороге дальней? Самое страшное, наверное, могут быть дальнобойщики, потому что есть направление России, где они прям ультраприветливые и комфортно оказываются на дороге. А есть направление России, где у них какие-то там свои приколы, поджать тебя как-то поближе, побибикать сзади очень близко. Вот. Ну и, наверное, самое страшное из необычного – это познать в себе какие-то черные глубины своего организма и до чего может тебя довести твой мозг. Вот. И не спать долго. Тоже страшно, на самом деле. Какие глубины познали вы в себе? О! Открываются такие, знаешь, договоры самим с собой. Вот. Мозг начинает генерировать какие-то вообще разные варианты, разные планы. Вот. Впасть в какую-то депрессию можно очень легко. Очень легко можно загрузить себя. Если голова загружается, прям вот проваливаешься в эти все состояния, из этого прям очень тяжело уже выйти. Сколько уже на данный момент вы посетили городов на велосипеде? Сложно сказать. Даже примерно, не могу сказать, поездок было, я думаю, около 20. Ну, соответственно, в каждой есть какие-то попутные города. Вот первая поездка у вас была такая, когда вы практически ничего не знали, вслепую поехали. Сейчас уже много всего знаете, откуда узнавали, общались, может быть, с коллегами, которые тоже любят ездить на велосипеде или в интернете изучали. Ну, благо того, что я веду YouTube-канал, то есть очень много комментаторов и подсказывальщиков. Есть адекватные, есть не совсем адекватные, но тем не менее ты делаешь для себя такую воронку, из которой понимаешь, что может быть правильным, что нет. Начинаешь это изучать в интернете, смотришь какие-то другие ролики и понимаешь, что для меня вот этот велосипед больше подходит, я с собой куплю вот это, ага, там денег у меня есть вот на это, могу взять с собой вот это. И потом уже со временем, опять же, благо ведения канала, подключаются разные спонсоры, партнеры, которые тебя чем-то снабжают. И в сумме ты уже выглядишь как такой какой-то профессиональный человек, который еще вчера был без велосипеда, а сегодня уже такой прям какой-то заряженный дядька, который куда-то должен ехать, а в душе ты все остался пацаном. Сколько лет уже, получается, путешествуете? Наверное, 4 года. Вот начиная с момента первой поездки. Это дорого вообще на велосипеде путешествовать или дешевле сесть на поезд и приехать? Ну, смотря в какую сторону, опять же, в тот же самый Крым, наверное, сейчас на поезде дороже, учитывая цену на билет. На велосипеде есть разные бюджеты, там можно ложиться в 20 тысяч рублей, если это недальние какие-то расстояния, ну, условно, до тысячи километров, если это жить в палатках, придумать, как обратно вернуть велосипед. А есть, конечно, подороже, то есть, к примеру, транспортировать велосипед домой, транспортной компании, останавливаться в отелях, там какая-то неприятность случилась. Но в среднем до двух тысяч километров, я думаю, что это 20-50 тысяч рублей. То есть, вы приезжаете в город на велосипеде, а уезжаете уже на привычном транспорте? Чаще всего, да, чаще всего так, либо велосипед в самолет, либо велосипед в поезд. Почему обратно не имеем? А уже неинтересно, и смысл не тяжело. Тяжело уже, да? Не, не тяжело, это же трата времени, и нового уже ничего не увидишь, и обратный путь, мне кажется, нам всегда тяжелее. А сейчас вот у вас путешествие, получается, по Волжью, да? Вы так едете? Наверное, да. Если это по Волжью, то значит, у меня путешествие по Волжью. Какие города уже посетили, и какие у вас планы на дальнейшее будущее? В рамках вот этого путешествия? Да, да. Сейчас из Самары мы вчера выехали только в первый день, проезжали мимо Димитровграда, заходили в пещеры, каменодобывающие рядом с Самарой, прям потрясающее зрелище. Димитровград, вот Ульяновск, соответственно, сегодня у нас будет точка остановки, как мне объяснили, около, по-моему, самое широчайшее место Волги, там тоже какие-то пещеры, затем Казань, Голубые озера, и с Казани мы едем в Альметьевск, там проходить велогонку, 100 километров еще. С вами кто-то тоже едет еще? Сколько человек? Да, в этой поездке со мной едет один приятель, я стараюсь ездить чаще всего один, потому что если едешь с кем-то, то малопривычные люди по пути могут себя вести не так, как тебе хотелось бы, то есть начиная от того, что у вас совершенно разная скорость, заканчивая тем, что условно кушаете и ходите в туалет, вы в разное время, а это значит в два раза больше остановок становится. Ну и непривычные люди могут себя не так корректно вести, как ты бы рассчитывал на это. Маршрут вы как-то сами составляете или берете уже какие-то готовые? Составляю сам, просто банально открываю Яндекс.Навигатор, смотрю, ставлю точку, выбираю города какие-то, в зависимости от того, сколько у меня свободного времени, за сколько я могу до них доехать, ставлю точку и еду туда. А что вам вообще больше всего нравится в путешествиях на велосипеде? Еще бы недавно я бы сказал, что практически ничего мне не нравится в путешествиях на велосипеде, потому что втягиваться я начал глобально, наверное, только с того года. До этого момента я еще сопротивлялся. Скорее всего, корыстная такая некоторая цель преследуется. У меня есть любимые дела, чем я занимаюсь, то есть это картина и фотография. И сейчас в жизнь, получается, активно вошел велосипед. То есть это получилась моя как третья работа. И это работа, которая дает очень хороший результат в виде отклика спонсоров, рекламодателей и вообще той активности, которая кардинально изменила мою жизнь в виде ведения YouTube-канала. То есть тот результат, который я делаю, каждый оборот педали, каждый километр, который я проезжаю, каждый ролик, который я снял, каждое направление камеры на себя, я понимаю, что это прям результат полноценной работы. Просто вам до недавнего времени это дело вообще не нравилось. Почему вы продолжали этим заниматься? Какое-то преодоление себя. И я понимал, что это все равно даст результат. Если давить долго на одну определенную точку, это все равно будет результат. Ну и как-то так случилось, что к стандартной работе я не всегда стремился. Я понимал, что это может быть хорошей альтернативой. Какой результат вы вообще хотели получить? Результат я хотел получить, развить свою площадку, которая служила бы, как всегда, реклама моих же продуктов. То есть фотографии и картин. Это начало получаться. То есть люди начали узнавать о том, что я этим занимаюсь. Но, как оказалось, это переплюнуло даже то, что я хотел. Как вообще вот так у вас соединилось, что вы творческий такой человек и путешествуете на велосипеде? Как это вообще у вас произошло? А мне кажется, это все очень близко. Ну потому что творчество и здесь получается некоторая свобода. Ну как минимум свобода от стандартной работы с 9 до 6. Этого мне никогда не укладывалось. Если стандартно наступала весна, я всегда увольнялся с любой работы. Я не мог понять, почему там на улице солнце. Я не могу выйти к нему, когда хочу. И творчество, оно все время где-то рядом. То есть даже в поездках рождаются какие-то идеи будущих выставок. И опять же, канал открывает многие двери в плане фотографии картины. А вы когда в путешествии придумываете какую-то идею, вы где-то записываете? Конечно, да. Блокнот. Вы с собой всегда? Блокнот или диктофон, да. И какие вот такие неординарные идеи приходили к вам в голову? Очень много идей насчет выставок картинных. Очень много идей насчет, каким образом создать картину. То есть сделать ее из плитки, сделать надписи на ней, там утрировано, как в туалете, как будто это вырванный кусок стены из прошлой эпохи. Сделать выставку с гробами, например. Ну, идей очень много. Если их сейчас рассказывать, боюсь, я тогда не буду первым. А самая главная идея, да, я про нее могу рассказать, потому что, в принципе, уже меня опередись с ней никто не сможет. Это продажа на себя абсолютно каждого кусочка кожи под татуировку. То есть я разлиновал тело, получилось 958 участков. Каждый можно купить и нанести на меня что-то свое, там, рекламу. Вот сейчас на мне есть несколько рисунков детей. То есть чьи-то родители купили, там рисунок сделал, какие-то каракули на меня это нанесли. А основная цель в том, чтобы в мире искусства, ну, каждый художник борется за первость своей идеи, чтобы этого не было. Вот, как минимум это у меня получилось. И есть много западных, европейских выставок, куда русским не давали дорогу. То есть там за многие годы русские работы не были там достаточно сильны, чтобы быть там. Вот, и по факту я смогу просто прийти туда, не проходить никакой отбор кураторов, там, скидывать с себя плащ и говорить, я есть галерея, я есть искусство. Как думаете, через сколько времени продадите все свои кусочки тела? Ну, хотелось бы не более чем несколько лет. Но я думаю, что это долгий проект, который должен тянуться долго, потому что разные люди захотят к нему подключаться, разные будут витки, разные будут какие-то уходы вперед, возврат назад в этом проекте. Вот поэтому не хотелось бы, чтобы прям все моментально раскупили. С финансовой точки зрения хотелось бы, но я понимаю, что проект должен жить долго. Там какие-то маленькие кусочки или все разные? Я думаю, что где-то в среднем там от 4 на 4, то есть приблизительно вот такие вот квадратики, до, не знаю, совсем больших нет, то есть в районе спичечного коробка. Ну, сколько стоит купить ваш кусочек тела? Пока что от 100 тысяч рублей, пока что. Хотите планируете повышать? Однозначно с уменьшением количества кусочков на мне. А кто чаще вообще покупает ваше тело, если можно так сказать? А я не знаю, это безымянные люди. Безымянные. Да. Интересная такая идея родилась. Она тоже родилась в путешествии? Да, на 100%. Помните, куда ехали тогда? Нет, наверное, не вспомню, потому что это было где-то года три назад. Да, это уже давно, ну, достаточно давно пришла в голову идея, и только в том году вот пошли рисовать на мне. Вы когда вот едете, вы же не только, получается, в мыслях своих, вы же, наверное, еще какую-то музыку слушаете? Да, стараюсь слушать музыку, потому что без нее прям очень легко загрузиться, а с ней гораздо проще ехать, потому что и время пролетает незаметнее, и откуда-то всегда приходит с музыкой второе дыхание. Какой ваш любимый плейлист или исполнитель? Плейлист — это, опять же, мной любимый Яндекс.Музыка. Очень отлично работает кнопочка «Моя волна». Вот она знает все, что мне нужно. Ну, в поездках чаще всего это «Дип Хаус Техно». У вас своего какого-то нету за это время составлено? Может быть, конкретно какие-то любимые треки? Есть плейлист, конечно, да. Тоже, опять же, там же то же самое Яндекс.Музыки, но в обычной жизни я бы, конечно, все равно придержался к року. То есть там и гип-поп, вот, ну и такая старая, олдскульная вся история. А подкасты какие-нибудь слушаете? Книги, да, конечно, книги по искусству, да. Какие вам нравятся? Мне нравится Настя Четверикова. Это искусство для пацанчиков. Мне нравится... Ну, кстати, да, очень интересно, очень доходчиво все про искусство. А вот так же мне нравится... Так, забыл, забыл, как называется. Сейчас я думаю, просто вспоминать буду дольше, чем говорить. То есть в основном все вот путешествие вам как-то вдохновение дает? Вы для этого, может быть, путешествуете? Для вдохновения и для того, чтобы моей семье, моему ребенку было вкусно кушать и жить в большой квартире. То есть это тоже какая-то коммерческая история? Процентов на 95. Ну, у всех разные, конечно, цели. А вот когда вы начинали, велосипед он вообще был в вашей жизни? Как-то по городу, может быть, ездили? Или это вообще вы просто пошли, купили и решили поехать? Лет с 15 я катался на BMX, то есть это трюковые велосипеды. Катался на них достаточно давно, там выезжали в парки с ребятами, делали трюки, рыли сами там из земли трамплины. И потом поехала как раз первая поездка на горном велосипеде. Следующую поездку я поехал как раз-таки на BMX, то есть это не на том велосипеде, который хоть как-то рядом для перемещения. И в пути я познакомился с интересными ребятами, которые меня прям заставили проехать на шоссейном велосипеде. Я попробовал это, после чего я пошел в магазин, случайно там была какая-то акция. Я купил свой первый шоссейный велосипед за какие-то сумасшедшие смешные деньги. И на нем я решил попробовать участие в триатлоне. Триатлон это 4 километра проплыть, 180 проехать, 42 пробежать друг за другом сразу. И я хотел поучаствовать, чтобы посмотреть, насколько мне не хватит сил на следующий год и знать, к чему готовиться. Случилось так, что я его прошел. И после этого я поменял велосипед, понял, что мне нужен другой и как-то вот стал это все апгрейдживать, история велосипедная. Нужна какая-то физическая подготовка, чтобы проехать несколько сотен километров и оказаться в другом городе? Чтобы пройти триатлон, наверное, нужна физическая подготовка. Но вот такое самое большое заблуждение глобально, супер какой-то подготовки для того, чтобы путешествовать на велосипеде, ее не нужно. Хотелось бы, чтобы у тебя была дыхалка, хотелось бы, наверное, чтобы у тебя не было лишнего веса. Хотелось бы, чтобы ты был привыкшим к своему велосипеду, на котором ты едешь. Но хотя бы какие-то элементарные вещи, то есть прям супер качком, супер выносливости здесь не требуется. То есть всегда можно остановиться, всегда можно восстановить свои силы, посидеть на заправках, разбить палатку, переночевать где-то как-то отели. Но опять же, у кого какие бюджеты. Ехать, катиться на велосипеде, наверное, прям может почти каждый. А если вот все-таки как-то готовиться осознанно к путешествию, может быть, вот несколько лет идти к этому, если делать какие-то упражнения, то какие мышцы тела лучше тренировать для этого? Голову. Лучше тренировать, наверное, ноги, соответственно, всю длину ног. Ну и какой-то, да, верхний корсет, потому что если едешь длинные расстояния, то забиваются даже плечи. То есть там торс может неправильно работать. В идеале все равно нужно как-то отточить свою посадку, потому что неправильное движение рук там тоже делает свое дело. Там можно даже банально к концу вечера перестать чувствовать свой трицепс, если неправильно ехать. Есть какие-то вот, может быть, лайфхаки для дыхания или вот даже для тех постановки рук, как вот новичку, который только-только вообще решил поехать куда-то, чтобы вы как опытный человек, вам посоветовали? Ну, лучше посмотреть, наверное, какие-то обучающие видео на Ютьюбе, потому что там все, я думаю, что более детально расскажут. Мне сложно дать совет, потому что у меня поездка это по большей части съемка. То есть почти все, что можно сделать в поездке неправильно, я делаю. То есть постоянно я достаю камеру, я в нее говорю, от этого сбивается дыхание. Пока я в нее говорю, там у меня рука провалилась в плече, там потом одна рука устала, другая перетягивает на себя. Вот, слез с велосипеда, поставил камеру, проехал мимо нее, залез на велосипед, снова пробуешь его раскатить. Вот, то есть съемка путешествия, она немножко отличается от путешествия. Что должно быть в такой походной сумочке велосипедиста обязательно? Таблетки обезболивающие обязательно, крем от загара, скорее всего. Какая-то сменная одежда, обязательно теплая одежда, потому что второй год подряд, и почему-то я у нас в России не натыкаюсь на теплые ночи, удивительно. Я думаю, что дождевик, ключи, инструменты обязательно, что-то для готовки, если планируете готовить на улице, то есть какие-то элементарные вещи. Горелка, баллон, фонарики обязательно, спальник, палатка, глобально все. Ну, если планируешь что-то снимать, то банки-зарядники. Сколько вообще килограмм ваш рюкзачок за спиной может весить? Ну, рюкзака у меня нет, я езжу с пустой спиной на велосипеде. Вес велосипеда со всем, со всеми сумками, я думаю, что, наверное, килограмм 22-25, мне кажется. То получается, в такое путешествие, это какой-нибудь бесполезную вещь не возьмешь. Все обязательно нужно. Да, прям самое важное, причем каждый год я это забываю, каждый год я сам начинаю учиться сначала. Каждый год первое путешествие, это всегда вот столько вот вещей, столько там вот на велосипеде всего, это думаю, что все это нужно, так возьму запасные баллоны, на всякий случай две камеры, так теплая одежда, обычная теплая одежда, красивая. Так, здесь вдруг мне там в город надо будет пойти погулять, там кину какой-нибудь свитер с собой, и вот сегодня я еду просто одни носки с учетом, что я их буду перестирывать, никакого нижнего белья, штаны, одну толстовку тоже там с расчетом, что все это будет где-то где постирать, ну или придется там ходить и сильно пахнуть. Вот 10 дней, вот вы говорили, в Крым ехали, а в ночь же достаточно долгое время, то есть еды с собой какой-то запасной, наверное, тоже много не возьмешь где-то по пути, наверное, покупать, тоже много вещей не возьмешь, 10 дней это вот почти, почти две недели, это довольно-таки долгий срок, и вот как нормально функционировать за эти дни, учитывая, что тебе нужно ехать на велосипеде, где закупаться, может быть, что вообще, вот такое длинное путешествие нужно брать? В том путешествии я ел исключительно на заправках, в кафе, где питаются дальнобойщики, которые на трассе стоят, и какие-то придорожные магазины, там, большие сети, вот покупал с собой что-то на завтраке, в отелях что-то готовил. А сейчас вы все сами готовите или тоже так же покупаете? По настроению, вообще по настроению, вот в эту поездку мы не взяли с собой ничего для приготовления еды, потому что это и время отнимает, и глобально в мире, в России практически нет мест, где можно случайно остаться без еды, то есть в магазин зашел, быстрее все перекусил, Ульяновск проехали, сегодня вкусно здесь позавтракали, вчера там в отеле нас покормили, вот, то есть не очень, я сейчас понимаю, вот это вот, готовить еду. Можно готовить еду, если вот на выходной уехал от своего дома километров на 20 в лесочек, и вот просто хочешь в тишине посидеть, телефон отложил и поготовить на костре. Брать с собой в путешествие еду с целью сэкономить, это вообще не экономия, сэкономить время вообще не экономия, вот, то есть не вижу я сейчас цели, и для чего с собой нужно вести кухню, еду и так далее. У вас есть какое-то любимое блюдо в путешествии? Рис с тушенкой. Который сами готовится? Ну да, ну быстро делается, и в путешествиях оно невероятно вкусное. Я так понимаю, вы путешествуете, когда тепло? Да. Скучаете зимой по рису с тушенкой? Пока не начал, потому что я вот только, наверное, с этого года начал готовить, да, себе еду в путешествиях. Здесь какой-то самый простой рецепт? Рис с тушенкой. Ну, понятно, что вы туда кладете, водичку? Вода, рис, тушенка. Ну, иногда можно вот бульонный кубик кинуть туда, чтобы получалось. И на какой плитке, на что готовится? Есть баллон такой вытянутый, который похож на аэрозольную краску. Сверху вот такая вот маленькая штучечка накручивается, она раскрывается, лапки на нее ставишь кружку, кипятишь воду и все. Сколько по времени занимает приготовление? Минус 7. Надо домой так начать готовить 7 минут. Но дома это не так вкусно. В путешествии какой-то аппетиранный вайп. Гораздо, да. А можете еще какие-то, может быть, советы дать людям, которые только-только начинают бояться, что им нужно купить, чем нужно запастись, что лучше вообще не брать, это будет бесполезно. Люди, которые хотят начинать, ну, во-первых, нужно начать, если даже с первого раза что-то не получится, если есть прям такое желание, то нужно дальше давить, давить, давить на это, потому что нервов может не хватить, может показаться, что здесь там как-то сдался. У меня есть свое сообщество в Телеграме, чат, и там как раз-таки много ребят, которые пришли туда, насмотревшись на меня. То есть есть люди с лишним весом, есть люди, у которых там достаточно мало мотивации в жизни. Вот, и там происходит постоянное обсуждение, спрашивают вопросы, и потом, я смотрю, начинают со временем скидывать свои скриншоты, кто сколько проехал там результатом, кто-то начал на работу ездить на велосипеде. Вот, поэтому можно испугаться, а можно не испугаться, можно просто делать дальше, спрашивать у знающих людей, что стоит подкупить, определить для себя там любимые бренды, любимые какие-то вещи. Вот, понять, насколько у тебя хватает бюджета, там, вещь поменьше, вещь побольше, вещь повместительной, полегче и так далее. Вот, это, вот эта вся велосипедная история, это прям самое прямое, что зависит от опыта. То есть вот опыт, насколько ты погружаешься в эту тему, и, в принципе, полгода-года хватит для того, чтобы прям понять все, как происходит. Ну, первое, что должно быть, это шоссейный велосипед. Для путешествий нет, не шоссейный, это, скорее всего, гравийный велосипед, кто-то выбирает шоссейный, они глобально похожи, для вас может показаться, что это одно и то же, то есть такой же руль, но отличает материалы рамы и вилки, ширина колес, немножечко геометрия рамы отличается. Вот, но на шоссейном просто гораздо тоньше резина, можно отбить себе все руки на пути и мало что на него повесишь. Вот, и, в принципе, он не очень предназначен к большим нагрузкам, у меня были с этим проблемы. Вот, агравийный велосипед, куча сумок, тебя везет, уверенно, все здорово, можно съехать с дороги, уехать по лесу и все. Какая одежда должна быть при этом? Кто-то выбирает велосипедную одежду, какие-то профессиональные фирмы, кто-то выбирает более городские вещи. Опять же, здесь есть мажоры в этой всей истории, которые покупают невероятно дорогие термобелье, невероятно дорогие какие-то потоотводящие, футболки, джерси. Вот, кто-то катается во всем обычном, там, в джинсах, кто-то катается в дорогих ботинках, контактных педалях, кто-то катается просто в обычных резиновых сланцах, потому что, ну, для него это свобода. Вот, потому что он там на Алтай залез куда-то в горы, вот, ему кайфово в этом. То есть, в чем удобно? Да. Вам в чем удобно? У меня достаточно обычная одежда, то есть, у меня сейчас шорты с памперсами, с велопамперсом, в них удобнее сидеть. Не потому что проблемы со здоровьем. Ну, снегненький такой, по-паду. Да, панперс – это вот такая история, спереди сзади, чтобы не натирались седалищные кости. Футболка у меня обычная, спонсорская, с логотипом спонсоров. Ботинки также обычные, потому что я часто слезаю с велосипеда, чтобы куда-то можно было отходить в сторону. Контактные педали не очень меня устраивают, я их купил и продал. Какой самый красивый и запоминающийся город был и поездка до него, что прям вот врезалась в память? Самый, наверное, запоминающийся был Архангельск, потому что прям все очень здорово сложилось. Путь туда был хороший, ветер как будто бы все время дул спину, и город оказался интересным. Потом Северодвинск, Белое море, то есть, все там рядышком. Поэтому, да, наверное, поездка до Архангельска запомнилась. Самая неприятная поездка. Мурманск, прям однозначно. Почему? Что там было не так? Тяжело, север. То есть, как бы я привык, что в Питере люди говорят, что бы пошло не так, в Питере люди говорят, это север. Просто к этому надо привыкнуть, это север. Вот, но Мурманск, там все еще хуже, чем в Питере. Это просто меня окружал только черный цвет. Всегда была беда, всегда шел дождь, всегда было очень холодно, несмотря на то, что это лето. Как-то все ломалось, огромное пространство без машин, без заправок. То есть, там даже машина иногда встретишь очень редко. И мало продовольствия по пути, мало воды по пути. Вот в один момент даже я ездил с приятелем, не хватило воды, мы просто пошли пить из озера, потому что 60 километров до следующей заправки и так далее. Сколько у вас тогда путь занял? Мурманск мы ехали, если не ошибаюсь, 7 или 8 дней. А было такое, что вы ехали в какой-то город, думали, вот будет такой классный город, не жалко туда проехать, и 3000 километров приезжали и думали, ну, не то, что мы хотели. Нет, такого не было. Всегда оправдывается. Да, да. Но я всегда как-то старался убирать, потому что такие точку назначения, какие-то большие, крупные города, то есть, там, Казань, например, Питер, Москва, такого формата. А есть город, в который вы точно не поедете? Сколько вы вас не уговаривали? Так, город, в который я бы точно не поехал. Я думаю, что есть, но сейчас тяжело вспомнить. Либо мой мозг стер это воспоминание, либо нет таких городов. А во Владивосток реально доехать на велосипеде? Я в следующем году планирую доехать до Владивостока, причем длинным маршрутом от Сочи до Владивостока. 12 тысяч примерно получится. Сколько это дней в дороге примерно? Я в днях только ориентируюсь к километрам, для меня вообще пустое слово. Если в днях, то около 90 дней. Ну, три месяца я планирую на эту поездку, вот, с учетом, что в некоторых больших красивых... Подольше, то есть там хотя бы на день-два, не просто их на мимо проезжать, тормозить. То есть полноценных три месяца. Это летний будет период. Конечно. Тоже будет все снимать, транслировать, рассказывать, смотреть, будем обязательно поехать. Без этого я бы не поехал. А вообще есть уже путешественники, которые туда ездили, в Владивосток? Очень много людей, кто ездили в Москву, в Владивосток, Питер, в Владивосток. Очень снимали об этом очень мало людей, по-моему, один канал, если я не ошибаюсь. Но по пути я встречал, когда едешь на машине, даже вот мы недавно, когда ездили на Алтай, на мопедах, встретили просто какого-то дедушку, спрашивали у него, куда он едет, он говорит, из Питера, в Владивосток. То есть много людей, кто ездит, но они, может быть, кто-то бежит из чего-то, может быть, у кого-то там нету дома, кто-то ищет какую-то новую жизнь. Ну, даже банально фильм, который сняли про девушку-путешественницу, поехавшую, которая называется, она тоже, по-моему, ездила до Владивостока. Ну, то есть, в принципе, этого достаточно много. Спасибо большое вам за рассказ, было очень интересно слушать. Я надеюсь, что у вас все-таки все получится, вы окажетесь во Владивостоке. Будем смотреть, следить, куда подписываться, где смотреть. Расскажите, для того, чтобы зрители знали. Смотреть видео, но непосредственно именно сами видео, то, что я снимаю, это YouTube-канал «Синдром Сметкина». Также есть сообщество каналов в Телеграме «Синдром Сметкина» и ВКонтакте, также есть «Синдром Сметкина». Также есть Инстаграм «Сметкин Дима», но мне вот сейчас не так интересно. Все, спасибо, Дмитрий, за то, что к нам пришли. Спасибо. Было очень интересно узнать все секреты, как ездить на велосипеде, как путешествовать. Вы смотрели передачу «Гость в студии». Путешествуйте, любите свободу, любите Россию. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова